Дорогие друзья, мы с вами изучаем книгу «Второзаконие». Сегодня у нас седьмое занятие, тема его «Святой народ слушает Бога», главы с 27 по 30. Мы с вами прошли уже шесть тем, всего их восемь. И мы определились с тем, что эта книга состоит из трех проповедей, которые обращены к молодому поколению. Молодому поколению – это дети тех отцов, которые остались лежать в пустыне, ну в смысле лежать умерли, погибли там, потому что они не согласились идти в обетованную землю, потому что они проявили непослушание. Так вот, их дети уже, вот им нужно войти в землю. И тогда Моисей учит через наставление, как жить благословенно в новой земле, в обетованной земле. И первая речь Моисея обращена к истории отцов. Почему они не вошли в землю и как опасно непослушание Богу. А далее с пятой главы и, можно сказать, по 28 главы наставления, как жить, как обращаться с людьми, как обращаться с близкими, интимная сторона поднимается, тема войн. То есть все атрибуты жизни и социальные, и гражданские вопросы, и уголовные в том числе. То есть это такие тщательные наставления. Так вот, книга «Второзаконие», мы видим, что эта книга, конечно, она венец пяти книжей, ее так можно назвать. И в этой книге ясно излагается, что Бог ожидает от тех, кого Он искупил, а Он ожидает жизни, исполненной бескомпромиссного послушания. И Бог воздвигает Моисея для того, чтобы вывести свой народ из египетской земли, из земли рабства. И Господь совершил это через Моисея. И вот Моисей стоит на горе Фаски, близ земли обетования. Ему 120 лет. И здесь мы видим, что перед тем, как Бог призовет Моисея к себе, Моисею осталось исполнить последний долг. Это рассказать детям Божьим, как жить в той земле, которую Бог их отцов дает им. И сегодня давайте рассмотрим с 27 по 30 главы. О чем это? Это урок предупреждения. И сегодня, как никогда, наверное, эта тема звучит сильно. Благословение или проклятие, жизнь или смерть. Выбор за вами. В сегодняшних главах, особенно в 28 глава, благословение и проклятие четко представлена. Так вот, вообще вся тема книги «Второзаконие» – это твой выбор. Выбор благословений или выбор наказания. Давайте обратимся к 27 главе. Значит, что мы здесь с вами видим? Господь говорит через Моисея. Вот когда вы придете через Иордан, он учит это молодое поколение, вы там, что возьмете камни, напишите на камнях, стих 3, 27 главы, все слова закона сего. И этот закон должен был быть всегда перед ними и напоминать им, 8 стих, напиши на камнях, все слова закона сего очень яственно. То есть в основании вашей жизни закон Божий, как присутствие Бога в вашей жизни. А далее мы видим, что здесь есть предупреждение, и мы могли бы записать это во вторую колоночку, да, если мы с вами вот обратимся к нашей таблице. Мы посмотрели «Благословение за послушание», значит, в 28 главе мы к ней потом перейдем, а здесь «Наказание за непослушание». И что мы читаем? Какое здесь Господь говорит? Две горы – Гевал и Горизим. И вот на Гевале проклятие, а на Горизим благословение читалось. Эти два холма находились один напротив другого. И вот народ стоял, слышал о благословениях, слышал о проклятиях, и выбор у тебя есть, что ты выбираешь. Если ты выбираешь благословение, такой будет и твоя жизнь. Но если ты выбираешь проклятие, посмотрите, за что предупреждение о проклятиях, 27 глава. Давайте мы, вот у нас с 15 по 26 стихи. Здесь проклятие за поклонение, мерзость, поклонение всяким, значит, изделиям из рук человеческих. В 16 стихе проклят злословище отца и мать. В 17 стихе проклят вор. В 18 кто слепого сбивает с пути, а также проклятие тем, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову. В 20 и по 23 стихе это кто нарушает интимные отношения. Это когда жены близких. Это когда здесь в 21 стихе проклят, кто ляжет с каким-либо скотом. 22 кто ляжет с сестрою, с дочерью отца своего, кто ляжет с тещью и так далее. И, наконец, в 26 стихе проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним. Отношение к слову. Вот это у нас такое очень серьезное предупреждение всех сфер человеческой жизни, где нет благословения, когда есть неправда, когда есть всякие нарушения в сфере сексуальной жизни, а также мы здесь видим отношение к слову Божьему. 28 глава. Имейте в виду, что благословение, слово благословение во второзаконии упоминается 50 раз, а слово проклятие 34 раза. Для справки, слово земля 200 раз, потому что книга второзакония говорит о новой земле. И когда ты идешь в эту землю, что и как ты там будешь делать? Как иметь благословение? И какие предупреждения есть, если ты будешь их нарушать? 28 глава. Запишем с первого благословения за послушание. Здесь с первого по 14 стих. С первого по 14 стих. Смотрите, какие благословения? Тщательно исполняй все заповеди его, которые заповедую тебе сегодня. Придут на тебя все благословения. Исполнятся на тебе, если будешь слушать глаза Господа Бога твоего. И давайте послушаем о благословениях. Смотрите, благословен в городе, благословен на поле, это земля. Благословен плод чрева, плод земли, плод скота, плод волов, плод овец. Все плоды, умножение. Дальше. Благословены житницы, кладовые, при входе твоем, при выходе твоем. Здесь благословляется твое имущество, благословляется твой путь, твоя дорога. А теперь смотрите, с седьмого стиха. Поразит перед тобой Господь всех врагов твоих. Одним путем выступят, а семью путями убегут. Это значит благословение, что ты защищен от врагов. Восьмой стих. Пошлет благословение в житницах, во всяком деле рук, благословит на земле, которую Господь дает. Это сама земля благословляется. Это житницы твои, кладовые все благословляются. Потому что можно, знаете, много сеять и мало жать. Можно даже и много посеять, много пожать и положить в житницы, где сгниет. Как говорит пророк Амос, трудитесь для дырявого кошелька, когда нету Бога в вашей жизни и нет благословения. Девятый стих. Поставит Господь народом святым тебя, и все народы увидят твои благословения, и даже убоятся тебя, страх Божий у них будет. Вот такие удивительные благословения. Тут благословения природы. Смотрите, дожди будут. Благословляются, значит, житницы. Но если при каком условии? Тринадцатый стих. Если ты повинуешься Богу. У тебя будет изобилие и благословение всех сверхжизни. Земли, кладовых, плода твоего, потомства твоего, даже скота твоего. Все-все-все идет в благословении. И это правда. Мы знаем этот принцип жизни. Если ты живешь по Богу, все в твоей жизни имеет успех. Как сказано в первом псалме, что не делает такой человек, который пребывает в Слове Божьем, в законе Божьем, во всем. Все, что не делает, успеет. А теперь давайте запишем наказание за непослушание с 28 глава, с 27 по 68 стихи. Вы знаете, здесь та же самая картина. В начале с 15 мы прочитали, да? А теперь здесь по 26. А здесь нам нужно прочитать тоже с 15. Давайте мы здесь тоже возьмем с 15 стиха и прочитаем по 68 стих. Смотрите. Если не будешь слушать Бога, не будешь стараться исполнять все заповеди, постановления, и все, что было благословенным, имеет абсолютно картину проклятия. Проклят в городе, проклят на поле, прокляты житницы и кладовые, проклят плод чрева и плод земли. То есть нету ни в чем благословения. Проклят при входе и при выходе. И смятение, и несчастье. Во всяком деле, рук. 20 стих. 21. Тут уже здоровье, потому что моровая язва. Поразит чахлостью, горячкой, лихорадкой, воспалением. С 23 стиха какое-то проклятие в сфере благословения земли, потому что дождя вместо дождя даст Господь твоей земле пыль. 24 стих. А в 25 стиха плен. А дальше поразит 27 стих. Проказую египетское и даже сумасшествием, слепотою и оцепенением сердца. С 30 стиха все, что касается семьи. Тоже нет благословения. С женой обручишься, а другой будет спать. Сыновья дочери, 32 стих, будут отданы другому народу. То есть и здесь нет радости, и нет здесь благословения. И, наконец, ты будешь посмешищем. Вся глава до конца – это предупреждение о том, что ты, если не будешь слушать Бога в 47 стихе за то, что ты не служил Господу, Богу твоему, с веселем, радостью сердца, при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь в голоде, в жажде, в наготе, во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ермо, так что измучит тебя. Получается, нет благословения на земле, нет благословения в семье, нет никакой радости, нет благословения и мира, и кто-то еще придет и на шею тебе выю, так сказать, тяжелые, повесит. Плен будет, враги будут, и последствия этого. Вот вся такая глава. И болезни, потому что с 58 по 62 стихи здесь сказано о болезнях, которые поражают и народ, и потомство народа. 59 стих поразит тебя и потомство твое необычными язвами, язвами великими, постоянными, болезнями злыми, постоянными. Господь наведет на тебя все язвы египетские, которых ты боялся, и они прилипнут к тебе, и всякую болезнь, всякую язву, не написанные в книге закона сего. Господь наведет на тебя. Кажется, а зачем Богу это надо? Бог есть Бог любви. Дело в том, что это выбор наш, это мы выбираем так жить, а не потому, что Бог сверху сидит и думает, чем бы как бы наказать. Наш выбор зависит от нас, а последствия выбора уже от нас не зависят. Поэтому если мы избрали путь неверия, путь непослушания Богу, своей собственной жизнью хотим жить, ну, пробуйте. Пробуйте без Бога, и что получится? Вот что оно получится. Потому что Бог праведен, и Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то он пошнет. 29 глава. Из 29 главы начинается третья речь. А мы с вами говорили, книга в Тарзаконе состоит из трех речей Моисея. Первая речь с 1 по 4 главы, когда Господь говорит молодым, молодые, посмотрите на историю ваших отцов и учитесь тому, как опасно быть в непослушании у Бога. А с 5 по 28 главы развернута тема благословения и проклятия, как выбора отношения близким к Богу, принципов жизни, всех кодексов и моральных, социальных, гражданских, уголовных. А с 29 главы вторая речь. О чем эта речь? Смотрите, второй стих. Созвал Моисей всех сынов Израилевых и сказал им, вы видели все, что сделал Господь пред глазами вашими в земле египетской, с фараоном, всеми рабами его, всей землей его. И так мы видим, созывает народ Моисей и говорит. И вот здесь, пожалуйста, отметьте ключевые слова «сердце» и «завет». Вот эти слова «сердце» и «завет» как то, что Господь хочет на что обратить внимание. Давайте, пожалуйста, выпишите все, что вы узнаете из 29 главы о «сердце» и о «завете». Смотрите, что мы читаем во второзаконии 29 глава о «сердце». Четвертый стих. «Но до сегодня не дал вам Господь сердце, чтобы разуметь очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать». Вы закрыли сердце, и Господь это допустил. Дальше в 19 стихе. «Такого человека, который, услышав слова проклятия сего, похвалялся бы в сердце своем, говоря, я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего». То есть, когда сердце уклоняется на свои пути и не хочет знать Бога. Такое написано «пропадет» таким образом. Понимаете? Дальше мы в этой главе очень важно отметить слово «завет». И с 29 главы эта третья речь посвящена теме завета. Что Божий народ в завете с Богом. А заветные отношения – это предполагалось что-то крепкое, нерушимое. Бог – инициатор завета. Не человек, не мы избрали Бога. Бог избирает нас. Но что эти заветные отношения предполагают? Ответственность есть в завете. И вот эту ответственность мы видим. Господь говорит, 29 глава, 1 стих. «Вот слова завета, которые Господь повелел Моисею поставить сынами Израилевыми». Значит, мы узнали, что этот завет, который Господь повелел поставить сынами Израилевыми через Моисея. Дальше мы видим в 9 стихе. «Соблюдайте слова завета». Это призыв соблюдать завет, чтобы вам иметь успех. Получается, соблюдение завета дает успех жизни. 14 стих. Можно еще и 12. «Чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего, клятвенный договор с ним». Завет называется клятвенным договором, который Бог сегодня поставляет с тобою. Бог заключает завет с народом. 14 стих. «И не с вами одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор, но как и с теми, которых сегодня нет здесь с нами, стоят перед лицом Господа Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня». Значит, не только, которые здесь с нами есть, но и которых здесь нет. Посмотрите, как давно были сказаны эти слова, и Моисей говорит, слушайте, не только тем, кто здесь, но вперед, на все поколения. Это к нам обращено. Мы там не стояли у этих гор, не стояли у Иордана, не слышали напрямую Моисея, но сегодня к нам обращены эти слова завета. Потому что здесь сказано, что те, кто принимают Иисуса Христа верою, они вступают в завет с Богом, в заветные отношения. 14 стих мы прочитали, а вот еще завет. Смотрите, в 21 стихе. «И отделит его Господь на погибель от всех колен Израилевых». Это те, кто нарушают завет. В 20 стихе «Проклятие за нарушение завета», в 21-м «Проклятиями завета, написанными в книге завета». Ну, это очень сильное такое повествование о силе завета. И заветные отношения к чему призывают нас? К любви. Не к страху, вот я нарушу, и что будет, а к любви. Потому что о любви очень много. Вы знаете, вот 17 раз есть во второзаконии «люби». Бог любит человека, и мы любим Бога. Такой призыв нам любить Бога. Богу ничего не надо-то вообще-то от нас. Но вот эта любовь, она и есть сохранение завета. Все, что мы читаем о законе, это есть то, что показывает, как ты соблюдаешь завет. Теперь давайте перейдем к последней 30-й главе. И мы озаглавили «Сила покаяния», то есть здесь применение. Вот мы узнали благословение за послушание. Это святой народ слушает Бога и знает об этих благословениях, и живет соответственно. Потому он и имеет эти благословения. Наказание за непослушание, когда святой народ знает завет Божий, боится нарушить завет, потому что любит Бога. Наконец, какое применение мы здесь сделаем? Обратимся к 30-й главе, которая говорит вот что. «Когда придут на тебя все слова благословения и проклятия, которые изложил я тебе, примешь их к сердцу твоему, среди всех народов, в которых рассеет тебя Господь Бог твой». Здесь сказано наказание. «Ты рассеялся среди всех народов. Обратишься к Господу Богу твоему, послушаешь глаз Его, как я заповедую тебе сегодня, ты, сыны твои, от всего сердца твоего, от всей души твоей. Тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих, умилосердится над тобою и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой. И хотя бы ты был рассеян до края неба, оттуда соберет тебя Господь Бог твой, оттуда возьмет тебя, приведет тебя Господь в землю, которой обладели отцы твои, получишь ее во владении, и облагодетельствует тебя, размножит тебя более отцов твоих, и обрежет Господь Бог твой, сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего, от всего сердца твоего, от всей души твоей, дабы жить тебе. И тогда Господь Бог твой все проклятия зие обратит на врагов твоих и ненавидящих тебя, которые гнали тебя, а ты обратишься и будешь слушать глаза Господа и исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня. С избытком даст тебе Господь Бог твой успех во всяком деле рук твоих в поле чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде чрева твоего, в плоде земли твоей, ибо снова радоваться будет Господь о тебе, благодетельствуя тебе, как Он радовался об отцах твоих. Видите, родные, вот эта глава, пожалуйста, отметьте здесь очень важных два ключевых слова. Давайте мы их с вами запишем. Это закон как заповеди и сердце. Хорошо бы нам и на 30-ю главу сделать такой списочек, да? 30-я глава, мы делаем здесь сердце, благословение, да? Давайте сердце и закон, то есть заповедь и закон. Но еще важно здесь увидеть, мы уже увидели, что закон, если ты его соблюдаешь, если ты любишь Бога, да, если ты исполняешь заповеди Божии, 10-й стих, заповеди, постановления, книга закона, и твое сердце направлено к Богу, то что ты будешь иметь? Ты будешь иметь благословение. Вот, родные мои, что мы хотим тут отметить? Смотрите, это благословение. Но если ты нарушаешь, ну вот упали, увидели все проклятия, что нету больше выхода назад, нет? Есть, потому что мы в 30-й главе прочитали. Если ты обратишься, то есть если ты покаешься, то все благословения, которые Бог тебе давал, Он тебе их вернет, Он тебе их отдаст, эти благословения. Так что велика сила покаяния. Господь учит нас, если, знаете, Писание говорит, если праведник и семь раз упадет, встанет. То есть встать. И в этой главе 30-й сила слова. Посмотрите, 11-й стих. Это запишите, пожалуйста, сюда о заповеди. Потому что все, что касается заповеди и закона, это слово Божие. Слово Божие. Ибо заповедь сия, которая заповедует тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было бы говорить, а кто бы зашел на небо, принес бы мне ее нам и дал бы нам услышать ее, мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было бы говорить, а кто сходил бы для нас за море, принес бы ее нам, дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих, в сердце твоем, чтобы исполнять его. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Я, который заповедую тебе сегодня любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его, исполнять заповеди Его, постановления Его, законы Его, то будешь жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. А если же отвратится сердце твое, и не будешь слушаться, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю сегодня, что вы погибнете, не пробудете долго на земле, для овладения которой ты переходишь, Иордан. И сегодня Господь говорит, я призываю перед вами и небо, и землю. Это слова Моисея, которые сказал Господь ему передать народу. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избережь жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога твоего, слушал глаз Его, прилеплялся к Нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим Авраму, Исааку и Иакову. Вот так заключительные речи этой темы, седьмой темы урока. Выбор, избери жизнь, потому что Господь говорит, я тебе предлагаю благословение, и я тебе предлагаю узнать о тех наказаниях, которые неизменно как следствие придут за твой выбор. Выбор в жизни много значит, потому что если ты избираешь непослушание, то как фараон, что он избрал? Противится Богу? Чем кончилось это избрание? И многие полетели головы по причине вот этой строптивости, ненависти к Богу, по причине выбора какого-то своего. Что кто-то есть человек, помни, что Бог на небе, а ты на земле. А здесь Господь учит это молодое поколение. Господь хочет сказать им, я хочу, чтобы вы были счастливы, чтобы вы были благословенными. Вы идете в эту обетованную землю. И как часто многие делают ставку, кто на деньги, кто на успех, кто на семью, это все замечательно, но без Божьих заповедей, без Слова Божьего, без присутствия Бога в сердце крах. Нигде нет успеха и ни в чем. За что не берешься, конечный результат, даже если вначале хорошо, потом плохо. А вот если ты избираешь путь послушания, то все благословляется в твоей жизни. Иисус Христос, Он тот, который предложил нам, избери жизнь, и ты будешь жить вечно. ГОВОРИТ ПО've ЭПЕСЬ